Привет, я Саня Кулинич. Я давно не делал классических обзоров самогонных аппаратов, потому что это неинтересно мне. Ну и сегодня, в принципе, у меня на обзоре простая бражная колонна. Но только есть один нюанс. Она трехдюймовая. Встречайте, РБК-76 от компании Добродел. И да, в конце видео я, естественно, накидаюсь. Мне прислали колонну с метровой царгой, полной РПН. Длину одного пыжа я сделал 190 см. В дефлегматоре и в холодильнике по 19 трубок по 12 мм. Рабочая зона дефлегматора 200 мм с тремя перегородками, а холодильника 350 мм и с пятью перегородками. В принципе, обычные параметры обычного вашего аппарата. Но это 3 дюйма. Ну, давайте выпьем за размеры. А теперь давайте посмотрим, каков этот аппарат в работе. Заливаю в куб 40 литров браги. Придется, конечно, гнать с метровой пустой царгой. Но зато холодильник будет стоять вертикально. Подаю мощность 6 кВт. Ну, данному аппарату при перегоне браги это как слону дробина. Ему требуется как минимум 12 кВт, а то и больше. И куб на 200 литров. А у меня куб всего лишь 50 литров и 6 кВт. Ну, довольствуюсь тем, что есть. Ну, давайте выпьем за хорошую проводку и за высокую мощность. Я уже больше года перегоняю брагу на 6 кВт, поэтому для меня это не ново. Перегнать 40 литров браги за полтора часа. Конечно, с данным аппаратом это еще и экономично по расходу воды. Ну, а теперь самое интересное. Какой же я градус получу при такой высокой мощности и соответствующей скорости отбора? Ну, за предвкушение. В кубе 33 литра 40-градусного спирта сырца. По расчету голов нужно отобрать примерно 1400 мл, а тело 11200. Ну, за точность. Включаю 6-киловаттный ТЭН на полную. На 60 градусах в кубе подаю воду. Кран на дефлегматоре открыт полностью. После 75 градусов выключаю 4 киловатта и оставляю только 2. Плавно температура в кубе доходит до 83 градусов. Царга стала горячей, дефлегматор холодный. На верхнем термометре температура лишь немного увеличилась. Даю аппарату поработать на себя час. Труба большая и толстая. Мощности подал немного. Если честно, я его побаиваюсь. Дам колонне хорошо прогреться. Ну, за регламент. Через час закрыл кран на дефлегматор. А температура-то не повышается. Пришлось включить 4 киловатта вместо 2. И вот, начала расти. После 50 градусов открываю на пару оборотов кран и слежу за отбором. Начали идти капли. Смотрим на температуру. Вроде не растет. Корректирую подачей воды в дефлегматор скорость отбора голов. Конечно, немедленно, но покапельно отбираю голову. В итоге, за 4 часа отобрал 1400 миллилитров голов. Да, узлы отбора меня совсем расслабили. Но, когда высота тютелька в тютельку, придется приловчиться. И все будет нормально. Ну, давайте выпьем за высокие потолки. Ну, очень вкусно. Чтобы начать отбор тела, я просто включаю еще 2 киловатта. И теперь ТЭН работает на полные 6 киловатт. Температура наверху сразу выросла и встала на 78,3 градуса. Замерил скорость отбора. 10 миллилитров набралось за 5 секунд. Но через пару минут наверху температура увеличилась. Я добавил воды в дефлегматор и температура снизилась до 78,1. Ну и скорость отбора стала 3 литра в час. Ну, так дело не пойдет. Я немножечко поигрался с подачей воды. И добился, чтобы температура стояла на 78,3. И скорость отбора была высокая. Ну, за опыт. Снова замерил и 100 миллилитров набралось за 50 секунд. При этом спирт идет 94 градуса с корректировкой по температуре. Температура стабильна, а тем временем набралось 5 литров спирта. Прошел час от начала отбора тела и набралось 7 литров. При этом в кубе 88,9 градуса. Уже набралось почти 9 литров. И температура в кубе перевалила за 90. Наверху по-прежнему все стабильно. И вот в общем набралось уже 11 литров спирта. В кубе температура достигла 95 градусов. И на верхнем термометре впервые скакануло на 0,1 градуса. Добавил воды в дефлегматор. Скорость естественно снизилась и набрал еще почти 800 миллилитров. Назовем этот спирт хвостами. 11 литров спирта. За час 45 минут. Это просто... Слов нет. За вечер выгнал 11 литров спирта. Вот представьте, чтобы получить количество спирта сырца вот на этих же 6 киловаттах. Можно просто вот за день перегнать 100 литров браги. И в итоге получить вот эти вот 11 литров спирта. Из которых получится там примерно 25 литров 40 градусного продукта. Я в начале прям страшно было. Страшно было подходить к этому аппарату и к такой мощности на столь длительный период. Но хорошая подготовка проводки, всех электрических вот этих соединений, всего-всего и навык сделали свое дело. И мне очень в итоге понравилось работать на 3-х дюймовой трубе. Ну, скорость. Скорость. Стабильность. Ну, естественно, на таком аппарате желательно работать, чтобы была обязательно метр царга. В данном случае РПН, конечно, у меня была. Ну, и естественно, если будет СПН, мы получим градус еще выше. В принципе, для такого большого количества спирта и, в принципе, вот эта высота, вот этого градуса, там, ну, 94, она достаточная для большинства целей. То есть сделать настойки. Например, профильтровать углем и получим абсолютно идеальный напиток. Хотя 94 это вполне себе высокий и классный градус. Как говорится, есть еще к чему расти. Ну, и я хочу выпить за компанию Добродел. Спасибо им за то, что предоставили этот аппарат на обзор. Ну, за Добродела. Это самогон, который был получен на этом аппарате, разбавленный до 40 градусов. И все видео я его выпивал. Не фильтрованный. Ничем никак не подготовленный. Хороший. Качественный. Простой. Сахарный самогон. А теперь я хочу выпить за вас, мои дорогие подписчики. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк, ставьте колокольчик и ставьте все уведомления. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, Инстаграм, на мой лайв канал, на канал Вкусняшки. Все необходимые ссылки в описании. За вас, друзья. Всем удачи и пока. Субтитры подогнал Игорь Негода.